Часть первая. Менталитет, процесс и предпосылки. Часть первая посвящена наилучшим мыслительным установкам менталитету, успешных переговоров, переговорному процессу в целом, его пяти шагам и необходимым предпосылкам. Глава первая. Вступление и менталитет. Что такое переговоры? Какие отличительные черты характеризуют хорошего, уважаемого переговорщика? Каково ваше определение успешных переговоров? Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с ситуацией, в которой нуждаетесь в помощи другого человека для получения желаемого, когда вы хотите или должны организовать людей для совместной работы, когда необходимо уладить конфликт, в общем, всегда, когда вам требуются другие люди для достижения желаемого результата, вы можете использовать несколько стратегий. В этой главе исследуются разные способы действий в подобных ситуациях. Когда ваш путь лежит от одностороннего подхода к подходам двусторонним или многосторонним. Преимущества и недостатки каждой стратегии мы покажем на конкретных примерах. Где особое внимание будет уделено одному из двусторонних подходов переговорам. Почему люди склонны противодействовать односторонним подходам? Как следует рассматривать другую сторону в двустороннем подходе? Почему люди выказывают большую вовлеченность, когда к ним прислушиваются и учитывают их мнение? В этой главе мы рассмотрим некоторые ответы на поставленные вопросы. Мыслительные установки в отношении другой стороны чрезвычайно значимы. Соответствующий набор установок следует принципу Нельсона Манделлы, который всю свою жизнь, проведенную в непрестанной борьбе, не уставал повторять. Если вы хотите помириться с врагом, то с этим врагом необходимо работать. Тогда из врага он превратится в партнера, того, с кем вы сможете делать дела. Подобный переговорный подход рассматривает противную сторону как предоставленную вам возможность. Такой весьма специфичный менталитет привязан к установке на превращение вас в прекрасного и уважаемого переговорщика. И вы получите объяснение, зачем это нужно. Осознание, что противная сторона – это отличный шанс в лице партнера в достижении договоренности, окажет заметное влияние как на процесс осуществления контактов в точке соприкосновения, так и на исход переговоров. Работа с другой стороной Важнейший индикатор хороших переговоров – их долговременный результат. Переговоры часто рассматривают как сражения. Метафорический рестлинг, где есть заработанные очки, победа, тактика плохой парень и хороший парень, борьба, манипуляция и даже причинение другому ущерба, что порой вредит налаживанию отношений. Подобная тактика ставит под угрозу любое долговременное сотрудничество или партнерство. Но что, если применить иной подход к переговорному процессу? На чем должно быть сфокусировано основное внимание? На решении или на возможности? Или необходимо больше позитива, уважительности, радости? Что, если бы переговоры превратились в занятия, которые вы будете предвкушать с удовольствием? Переговоры – это искусство. Искусство исследований того, как каждый из сторон сможет получить желаемое, когда каждый стремится понять условия, при которых он готов сказать «да» запросам и нуждам другого, при этом обеспечив удовлетворение собственных потребностей. Мир изобилует примерами, иногда поразительными, переговоров и окончившихся провалом, договоров о мире, которые так и не были выполнены, деловых контрактов, которые так и не были реализованы. Но давайте изменим парадигму. Что бы вы ощутили, зная с определенностью, что вам требуется участие другой стороны для достижения своей цели. Цели, которые лучше идти вместе, чем по отдельности. Если бы вы посмотрели на других людей, как на партнеров, если бы в глубине души вы твердо знали, что ключ к успеху лежит в работе с другим человеком, а не против него, ваше отношение переменилось бы полностью. Представим себе переговоры как Процесс, дискуссия и сотрудничество, не сражение или битва. Повышение планки целей всех заинтересованных лиц, что побудит всех участников к росту. Четкий, простой и реалистичный способ управления взаимодействиями, где главенствует прозрачность и уважительность. Стратегии улаживания конфликта интересов Давайте возьмем пример, иллюстрирующий наиболее распространенные варианты поведения при конфликтах интересов, когда вам нужно, чтобы человек или группа людей что-то получили. Пример Представим следующую ситуацию. Нынешним вечером должно состояться заседание Совета директоров, созванное в последнюю минуту для того, чтобы решить некоторые критически важные проблемы. Проблема связана с очень важным проектом, а вы – его менеджер. Вашего присутствия потребовал главный спонсор проекта. Подобная ситуация для вас невероятно затруднительна, так как на этот вечер вы запланировали празднество-сюрприз в честь 18-летия дочери. Очень значимое событие. Прийти собираются друзья и многочисленные родственники. Праздник важен для вас не только потому, что вы его организатор и ответственный за подготовку. Важно ваше присутствие само по себе. Еще совсем недавно вы уезжали в длительную командировку далеко от дома, но обещали дочери, что обязательно будете на ее дне рождения. Вы задумались. Даже если работа для вас важна, вы желаете быть на празднике в честь этого события, но при этом не жертвуя проектом, перспективы которого сегодня предполагается обсудить советом директоров и спонсорам. Что можно предпринять? Если исполнение вашего желания предполагает вовлеченность других людей или существует конфликт интересов, обычно, причем практически на автомате, используется один или несколько способов действия, среди которых можно выделить попытки убедить, навязать, пригрозить, купить, манипулировать, поторговаться и пойти на компромисс, прибегнуть к посредничеству, предложить решения и альтернативы, сдаться. Убедить, convince, значит заставить кого-то поверить, что нечто является правдой. Это слово происходит от латинского convincere. Con и vincer – победить. Русское слово «убедить» происходит от церковнославянского «бедить», что означает как победить, так и приносить беду, то есть одержать верх или потерпеть поражение в спорной ситуации. Вы используете аргументы, прочные и значимые для вас, чтобы убедить других поменять точку зрения и начать думать так, как вы. При этом вы не всегда осознаете, что пытаетесь повлиять на людей, чтобы они перестали быть собой, то есть перестали отличаться от вас, а вместо этого стали похожими на вас. Убеждая других, вы выдвигаете на передний план то, что важно для вас, имеет для вас ценность, вы предоставляете свою аргументацию и намерены при этом так повлиять на другого человека, чтобы важное для вас обрело важность для него. Как же реагирует большинство, когда, например, продавец старается убедить нас в том, что его продукт или услуга – самые лучшие, и что мы обязаны это приобрести? Чем больше доводов приводит продавец в пользу этого утверждения, чем активнее настаивает и продает, тем скорее люди от него отворачиваются, отказываются от покупки, ставят блоки. Зачастую это происходит скорее от ощущения, что нас принуждают, совершают над нами насилие, чем из-за отсутствия интереса к предлагаемому товару. Большинство людей испытывают раздражение, когда им навязывают, что им следует ощущать и делать, в особенности, когда им приводят убедительные резоны, которые исходят не от них самих. Пример убеждения Спасибо, что организовали встречу, но сегодня это невозможно. У вас тоже имеется семья, знаю, что вы меня поймете. Вам известно, как мои дети для меня важны, а дочке сегодня исполняется 18. Пожалуйста, постарайтесь войти в мое положение. Дочь так расстроится, даже рассердится, если меня не будет. Уверен, вы понимаете, как неприятно это будет для меня и для моей семьи. Моя работа над проектом станет намного проще, если я продемонстрирую родным людям, что могу много работать и одновременно быть рядом с ними в такие важные моменты, как день рождения. Навязать Навязать что-то кому-то означает принять решение и просто сообщить его другому человеку вынудить кого-либо принять как данность нечто сложное или неприятное. Вот как это должно быть. Используя данную стратегию, вы принимаете односторонние решения и навязываете его другой стороне вне зависимости от того, что другие могли бы сказать или подумать. Вам когда-нибудь навязывали решение? И как вам это понравилось? Более того, как вы отреагировали? Пример навязывания. Спасибо за приглашение, но сегодня вечером меня на встрече не будет. Пригрозить. Пригрозить означает пообещать применить в отношении другого силу. Если ты не сделаешь то-то и то-то, то есть не дашь согласия, будет вот то-то. Иными словами, если вам не дадут возможности сделать по-своему, произойдут некие негативные последствия. Пример угрозы. Если я не приду сегодня на день рождения дочери, семья очень расстроится, и это отразится на моей работе и производительности. Купить. Купить, согласие или принятие признание реальности другого человека, означает заплатить цену за его «да». Если вы скажете «да», взамен вы получите вот это. В экстремальных ситуациях это приравнивается к коррупции. Пример покупки. Если вы разрешите мне сегодня вечером быть на дне рождения дочери, я смогу прийти на работу в ближайшие выходные. Зато на протяжении всего проекта я смогу рассчитывать на понимание семьи. Манипулировать. Манипулирование можно сравнить с попыткой контролировать других людей или заставить их измениться, даже если они этого не будут сознавать. При этом истинное намерение будет тайным и, вероятно, негативным. Если бы оно таковым не было, доводы можно было бы высказать прямо, чтобы убедить людей. Зачастую в ситуации, где манипуляции сильны, причина заключается в том, что манипулятор не считает, что другая сторона даст согласие, узнав истинную подоплеку. Пример манипулирования. Возможно, вы слышали от своей супруги, что у моей дочери сегодня день рождения. Если я не буду дома вечером, боюсь, моя супруга так расстроится. Вы знаете, как это бывает. Представить себе не могу, что скажет ваша жена, когда они встретятся в следующий раз. Поторговаться и пойти на компромисс. Торговаться и идти на компромисс означает, что вы поступаете с чем-то небольшим и взамен получаете что-то аналогичное. А договоренность между двумя лицами или группами, где каждая сторона отказывается от чего-то желаемого. Это такой способ действия, когда каждый что-то получает, но никто не получает всего, что хочет. Каждая сторона покидает стол переговоров, думая, что понесла потери, ничего не приобретя. В общем, компромисс — это когда приходится поделить целый пирог, предполагая, что это возможно. Однако никто не остается доволен. И вряд ли это можно назвать креативным результатом. Хотя временами компромисс поистине является спасительным кругом или единственным способом продвинуться вперед. К примеру, в ряде политических конфликтов или бракоразводных процессов. Его недостатки велики, как великий риск, что разочарование помешает воплотить в жизнь достигнутые договоренности. Норвежский социолог и основатель исследований мира и конфликтов Йохан Винсент Галтунг отмечает, что зачастую вопреки расхожему мнению, компромисс — это консенсус относительно исхода, который никого не удовлетворяет. При этом конфликт никуда не девается, а только не выходит на поверхность, поскольку разногласия несколько сглажены. Пример торговли и компромисса Что, если я останусь на заседании с половины седьмого до восьми, а потом уеду? Нет? Ладно, тогда я мог бы уйти в половине девятого. В этом случае, вероятнее всего, и начальство, и дочь, и сам человек будут недовольны. Прибегнуть к посредничеству Посредничество, говоря упрощенно, представляет собой процесс урегулирования спора или разногласий кем-то, кто напрямую не вовлечен в ситуацию. Строго говоря, посредник — это нейтральная третья сторона, которой делегируется право принятия решений. Посредник-арбитр обычно должен выбрать между двумя вариантами сторонами. Вероятность того, что он примет вашу сторону, 50 на 50. Если, однако, вы обращаетесь с просьбой стать посредником к лицу, напрямую вовлеченному в ситуацию, то есть несохраняющему нейтралитет, вероятность того, что вы получите желаемое, резко снижается. Подобная тактика, то есть спросить кого-то другого, что вы думаете, как мне поступить, зачастую применяется для ослабления собственного чувства вины и основывается на неких убедительных позитивных утверждениях. Человек, к которому вы обращаетесь, должен поверить, что может высказаться относительно решения, которые вы уже приняли. Вот три возможных результата. Первый. Если другая сторона дает желательный для вас ответ, то все прекрасно, даже если это вызовет у нее определенную фрустрацию, с которой придется работать. Второй. если ответ для вас нежелателен, но вы уважаете мнение посредника, тогда посредничество честное. Однако в итоге вы позволяете кому-то другому принять решение за вас. Третье. Если же посредник не дает желательного для вас ответа, и вы его решение не приемлете, тогда это не третейский суд, а тактика манипулирования. И вы рискуете изрядно разочаровать другое лицо, добровольно вызов у него ложное ощущение собственной власти. То есть я прошу вас принять решение, которое я по сути уже принял. Смотри пример ниже. Случалось ли когда-нибудь, что вас просили высказать свое мнение, а потом его игнорировали? Если да, что вы почувствовали? И как отреагировали в следующий раз, когда та же персона спрашивала ваше мнение? Пример посредничества Я зашел в тупик. Я так рад, что вы предприняли столько усилий, чтобы созвать сегодня вечером совещание, но у моей дочери сегодня праздник по случаю восемнадцатилетия, и это для меня так важно. Видите ли, с одной стороны есть мой проект и это совещание, но с другой стороны есть семейный долг и день рождения дочери. Что мне делать? Как вы думаете? Предложить решения и альтернативы Оказавшись перед лицом проблематичной ситуации, вы обдумываете различные потенциальные решения и альтернативы, которые затем предлагаете другой стороне. У меня проблема, но я нашел решение. Предлагаемое решение, как правило, лучше всего устраивает вас, но вы надеетесь на согласие другой стороны. Если согласие не следует, обычно возникает вал решений, при этом вы вносите все новые идеи в надежде, что в какой-то момент это сработает, и другая сторона изменит свои планы или идеи так, как это устроит вас. Опять-таки это может сработать, но может случиться и так, что другая сторона почувствует, что от нее ничего не ждут, кроме слова «да». Пример решений У меня сегодня вечером важное дело. Могли бы мы перенести встречу на завтрашнее утро? Или может меня заменит мой коллега? Сдаться Сдаваясь, вы позволяете другой стороне поступить по-своему, а сами опускаете руки. Хотя такое может случиться и по доброй воле, вы рискуете приобрести синдром, и это после всего, что я для вас сделал, а данный синдром вызывает озлобление и расчетливость. «Ты мне обязан» в долгосрочной перспективе, как и чувство вины у другого человека. Пример сдачи позиций. Ладно, я приду на совещание и откажусь побыть на дне рождения дочери. Все эти стратегии работают, все они имеют последствия, и у всех есть три исходные черты. Первое. Они односторонние, то есть принимают во внимание только одну точку зрения, вашу собственную. Любой односторонний подход учитывает значимость только одной стороны, которая посылает другой стороне сообщение «Важно то, что хочу именно я, и что важно мне, а не вам. Именно мое мнение, мои потребности и желания имеют значение». Человек, столкнувшись с подобным поведением, обычно ощущает, что его игнорируют, что он не важен, поэтому реагирует двояко. Либо обозначает свое отсутствие, то есть сдается и говорит «да», либо заявляет о своем существовании, то есть сопротивляется и говорит «нет», тем самым ставя под угрозу исход дела или взаимодействия. Второе. Они осознанно или нет исходят из того, что другая сторона это проблема. Другими словами, если бы ваш начальник не созвал вечером совещания, вы бы оставались в хорошем настроении и предвкушали день рождения дочери. Доктор субтитров